Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет полная разборка Mavic 2 Pro с камерой Hasselblad. Мы даже посмотрим, как выглядит дюймовая матрица. Такого, наверное, не часто можно увидеть на ютубе, потому что не часто бывают такие краши. Но вот у меня получилось, друзья, я смог. Не спрашивайте меня, как это было. Это было очень жестко на самом деле и эмоции непередаваемые просто. Но хоть какую-то пользу мы еще с него можем получить. Моторчики остались живые, батарейка, ну а может быть что-то еще. Ну а самую основную пользу для вас, для всех вы увидите, как выглядит столь современный и крутой девайс изнутри. Потому что сейчас меня ничего не сдерживает. Я его могу абсолютно полностью разобрать, ибо и мозги здесь взорваны. Вон, видно, все помято внутри. И камера взорвана. Понадеялся я на датчики, на огромное количество видеокамер, которая со всех сторон его окружает. Но датчики не спасли, так я вам скажу. Мог я его и сам посадить, но почему-то подумал, что он как бы должен подостановиться немножко. Я притормозил, призамедлился, но он как будто бы даже разогнался. Не знаю, осталось ли что-то на флешке там. Где она вообще? Она должна была здесь быть. О, флешка там. Но не особо работает, не вытаскивается. Расслоилась здесь конструкция. Я думал, флешка на платье осталась. Поэтому такая непонятка была. В общем, друзья, давайте начинать разборку и смотреть. Послужит он нам в качестве учебного пособия. Я уже, честно говоря, перестал горевать. Это было пару-тройку недель назад. Отошел немножко. Погнали, посмотрим, что там у него внутри. Для этих целей возьму тот самый мой любимый наборчик. Ссылку в описании я уже давал когда-то. Повторяться не буду. С помощью него можно легко разобрать мавика. Со светодиодной подсветки отскочило стекло. С ультразвуковых датчиков тоже. Вот так они выглядят под стеклом. А вот так, когда стекло есть. Камера тоже куда-то там провалилась. Сейчас сниму крышку и мы посмотрим более детально. Отскочило. Здесь мы видим какой-то модуль. Надо бы его открутить, чтобы рассмотреть внимательнее. Интересные винтики здесь. Очень маленькие с плоской шляпкой. Вот так это дело выглядит. Видно, что где элементы промазаны лаком, есть слот для флешки. Один светодиод остался на плате, другой остался на корпусе. Настолько был жестокий удар, что промяло эту плату и промяло плату, которая находится снизу. Сейчас хочется отковырять эти блестящие крышки и показать вам внутреннее убранство. По всей видимости, это комбинированная плата. USB записывающее устройство с флешингой. Можно ее извлечь как раз таки. Здесь вообще напоминает симку коробок. Модуль биндинга, то есть привязка аппаратуры и датчики защиты. Это я так предполагаю, друзья, судя по внешнему виду и по тому, что к нему подходит. Место похожее на сим-карту. Вот так выглядит. Похоже на бег, на модуль питания. Идем дальше, будем долазить до мозгов. Мозги раздробило знатно, конечно. Интересно, можно ли регуляторы оборотов извлечь и пользоваться? Не уверен, но мы посмотрим. Кстати, обратите внимание, каждая камера обладает шлейфом не кислым. Тоже вот это отключилось. Вылетел штекер. Всего у Mavic 8 камер маленьких и одна большая. Матрица здесь очень маленькая. Больше всего обидно, что я так ничего путного и не снял на него. Хотя очень часто делал попытки, но вот как-то не получалось все время. Одна батарейка у меня всего лишь была. Высадится и всё, снимаем на другие средства. Крышка с мозгов вообще отскочила. Здесь куча термопасты. Термопаста не сильно скользкая, как будто с песком. Видно, что отколот кусочек микросхемы. Рамка эта прям совсем отскочила. Поможем ей. Вижу два антенных разъема. Один отскочил сам, второй мы сейчас отсоединим. Может быть антенны целые. Здесь очень хорошие антенны. В следующий раз, скорее всего, буду брать что-то поменьше, что-то более удобное. Потому что великоват он всё-таки для всяких таких повседневных дел. Долго его расчехлять. По крайней мере мне было не очень удобно, друзья. Но это ни в коем случае не умаляет его достоинства. Для меня это просто такая ляля была мимимишная. Я даже кайфовал от того, что он просто у меня есть. Когда его не стало, сами понимаете, жизнь остановилась. Что делать? Вот такие удары судьбы бывают. Интересно, под этой основной платой есть ещё какая-нибудь плата или это всё? Есть ещё плата. Это регулятор оборотов. Теперь мне стало интересно, смогу ли я запитать какие-то другие двигатели от него. По идее, это вполне возможно. Всё залачено, друзья. Смотрите, как красиво сделано. Ну а вот основной модуль. Стояли пломбы, я их естественно вскрыл. Ну они и там вокруг отвалились уже. То есть даже вскрывать не пришлось. Вот он тот самый вентилятор, который шумит. Тут опять же целая куча термопасты и крышки, которые мы сейчас вскроем. Очень тоненькие проводки. Прям невозможно тонкие вентилятору, как бы тоже конец пришёл. Видно, что выход воздуха или вход вот здесь. Всё очень тоненькое. Видите, как сделано? Вот такой вот маленький лёгкий радиатор. По ощущениям весит около 10 грамм. Покрыт чёрной краской. Классная вещь, кстати, пригодится по-любому. Очень нужно бывает на гоночных или каких-то там других квадрокоптерах охлаждать передатчик или что-то подобное и понадобится такой лёгкий радиатор. Подрываю крышки, чтобы посмотреть, что здесь. Мозг здесь, конечно, очень серьёзный. Столько гигантских микросхем. Раздробила вот здесь, опять же, пластик какой-то. Это уже не подлежит восстановлению, друзья. Хоть оно и с виду полуцелое, не думаю, что оно хоть как бы то ни было сколько работоспособно. Как я понимаю, этим винтом... Да, я правильно понял, мы открутим луч. Здесь у нас есть крышечка. Её нужно подорвать обязательно. Но почему-то чуда не произошло. Думал, вытащится. Значит мы вытаскиваем вот это. Далее вот это мы вытаскиваем. Благодаря этому, как я понимаю, оно фиксируется. Так, ну вот и всё. Дальше уже надо работать с проводами. Пока что я не понял, как снимаются лучи и как снимаются моторы. Но мы обязательно поймем сегодня. Откручиваю вот эту плату. Она откручивается с обратной стороны. Батарейка, кстати, при падении не пострадала и соответственно её можно продолжать использовать. Постоянно сыпется какая-то труха с него. Напишите в комментах, друзья, видели ли вы, чтобы кто-то так разбивал Mavic, как я. Я много что видел, но такого я не видел. Эх, такими грустными глазками смотрит. Так жалко. Снял корпус. Такое чувство, что при сборке не протирали контакты после пайки. Видно, есть некое окисление. Это вроде бы и не очень страшно, но непонятно как так. Сейчас я сразу откручу блок камер и датчиков. Тут прямо гроздь целая этого добра. Вот так получается. Такая вот штука, по всей видимости, целая. Здесь раз, два, три, четыре камеры и датчики ультразвуковые. Вот мы начали целые детали находить. GPS-модуль тоже, по всей видимости, целый должен остаться. Никаких повреждений, хотя нет, вот видно есть. Интересно, как так получилось? Потому что крышка вот эта целая. Промяло что ли? Да, по всей видимости, крышка целая осталась. Благодаря тому, что вот здесь промято. Самортизировала. Здесь никакой крышки не было. Плата, по-моему, выгнутая опять же. Теперь из сверхинтересного осталось посмотреть, как основная камера внутри устроена. Что вообще такое дюймовая матрица, как она выглядит, какие размеры у нее. Как вы думаете, ребята, сколько денег надо, чтобы починить сей аппарат, чтобы привести его в работоспособное состояние? Если, допустим, считать, что регуляторы целые, вот тот задний модуль с камерами целый, вот это если посчитать, что целая, хотя здесь уверенности нет. Удар все-таки пришелся, но сильно не повреждено ничего. Здесь, скорее всего, внутри тоже много синей пасты и до микросхем удар не дошел. Отключаю шлейф 1, отключаю шлейф 2 и снимаю модуль. Вот здесь какая-то штучка есть. Что это такое? Без понятия. Но шлейф приличный подходит сюда. Возможно, это гироскоп, потому что он установлен на амортизаторах. Только что доглядел. Вот смотрите, как сжимается. Установлено на маленьких амортизаторах все. Непонятно зачем. Возможно, это полетный контроллер. Батарея маленькая есть. Обратите внимание, что, опять же, позолачено кругом. До камеры долго добираться, как я погляжу. Но мы доберемся, предварительно сняв глаза. Вот глазки на металлической раме установлены. Видимо, требует хорошего охлаждения. Корпус поврежден и удары сверху и снизу. Но камера по-прежнему стоит на своем месте, на своих амортизаторах. Вот как они выглядят. Удивительно, ничего нигде не отклеилось, ничего не треснуло и все должно отсоединиться. Да, довольно-таки легко снимается. Вот подвес и вот камера. Работает только вот эта часть подвеса. Все здесь не крутится. Заклинило и вот эта область тоже заклинило. Сниму плату подвеса, рассмотрим. Крышки очень легко сидят, мега легко открываются. Ох, какой здесь шлейф интересный. Тонкими проводами все присоединено без всякой ленты. Очень круто. Мы его отсоединяем и он должен как-то туда проваливаться. Вот так хлоп и всё. Интересный, конечно, ложемент с амортизацией. Наверное, амортизация и спасла от разрушения тотального. Потому что видите, здесь вот и тут и тут были касания, трещины есть. Но целостность детали не нарушена. Интересная штука, можно будет куда-то применить вот эти амортизаторы. Разборка подвеса дело непростое. Если у вас нет какой-то крайней необходимости, никогда не разбирайте вот такие средства стабилизации. Потому что обратно собрать их очень трудно. Из-за того, что там есть датчики и вы эти датчики скорее всего в обратно в то же самое место не поставите. И в итоге, когда соберете обратно, может не заработать. Варварским методом снял камеру. Оказалось, что подвес он алюминиевый. Ну или селумин какой-то. Да и камера собственно тоже. Видимо, это сделано для более лучшего отвода тепла. Здесь устанавливается фильтр. У меня стоял просто белый прозрачный. Так просто она вытаскивается. Есть многочисленные повреждения. Резьбы под винты вырваны. Пожмаканы шлейфы. Вот этот шлейф, который рядом с пинцетом надорванный. Так что можно смело разбирать, копать дальше. Никогда таких микро высокотехнологичных вещей не разбирал. По-моему такая камера на али 50 тысяч рублей стоит или около того. Ну раньше так стоило, сейчас может уже подешевела. Чувствую, сейчас мы увидим матрицу. Да, друзья, она действительно огромная. Для сравнения, вот вам с маленькой камерой матрицы. Которые боковые, которые служат датчиками. Вот она там где-то по центру. Остался у нас целый вот такой кубик. Это собственно объектив и электроника. Давайте докопаемся до сути. Очень интересно увидеть внутрянку. Как и на серьёзных взрослых камерах, здесь есть фокусировка. Я вытащил моторчик и дергаю за управляющий рычаг, видно как работает. Какие-то странные очень тонкие металлические пленки. Видимо этими металлическими прокладками настраивается объектив. Ну что ж, идем до конца. Это шаговый моторчик и он управляет ирисовой диафрагмой. Пока она полностью открыта. Моторчик, конечно, нереально мимимичный. Ну а вот собственно и работа диафрагмы. Трубец показал. Ну что ж, теперь жду ваших комментов, друзья. Что вы думаете обо всём этом? У меня больше слов нет. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok